Друзья, я рад вас всех приветствовать! На канале SKRD Offroad с вами Константин. Я сегодня прям в манишке, как все положено, чтоб никто меня не выгонял с трассы. Я снял вам самые лютые, крутые моменты. Вот прям такие. Слепыш в гонке. Сейчас еще кто-то пролетит. Как вы поняли, категория стандарт. Опасность люстра теперь. Категория стандарт уже стартовала. Немножко поговорим, немножко новостей. Как, я надеюсь, вы заметили, улучшилось качество видео, потому что я наконец-то поменял камеру. И теперь я с новым телефоном, с большей памятью и в хорошем качестве. И еще лучшем качестве. Спасибо подписчикам, кто донатил. Все координаты и куда можно перевести в описании под видео. Это непосильная помощь, конечно. Спасибо моей супруге, которая там докинула и сделала подарок. Но сейчас мы все будем смотреть в отличном, четком качестве и вот в таком ярком цвете. Итак, что еще из новостей? Из немного неприятных новостей. Как все знаете, заблокировали, то есть ограничили скорость ютюба. Я канал не брошу. Все видео будут также выходить в ютюбе. Но скорее всего придется открыть, потому что не все будут пытаться его запустить, чтобы он работал стабильно и так далее. И придется, скорее всего, еще параллелить видео. Скорее всего, это будет ВК-видео. Я не знаю, я еще подумаю, но тем не менее все ссылки на все мои ресурсы внизу под описанием. То есть там есть инстаграм, где постоянно выходит материал, телеграм-канал, где самые последние новости, где вы всегда можете пообщаться в комментариях со мной, где я всегда отвечаю, где люди отвечают и знают, что происходит там в спортивной жизни и в лесной жизни автомобилей. Поэтому, ребята, не ленимся. Переходим по ссылочкам и подписываемся на все ресурсы. Так, давайте по тачкам. Но, конечно, мы с вами не виделись на гонках. Пропустил я один этап. Серега, что грустишь? Что случилось? Карбик? Вы еще на карбюраторе, ничего себе, вы мощные. Карбо-пре. Карбо-пре. Сейчас поменяем другой карбюр. Все, все залито этим диэлектриком. Хотя воды особо нету, да, но на всякий случай. У вас будет вода. Подъем заливать будут? Да, отлично. Помню, едет категория стандарт. Все, только пыльная гонка, сухая пыльная гонка, трасса длинная, как всегда. Так, давайте по машине. Вот такой УАЗик у нас в этом году появился. Я его еще не раз смотрел. У него тридцатые примерно. Суперстоуны. Ред БТРовский тюнинг. Вижу пружины, стойки, по-моему, доги стоят. Крышки Ред БТР. Внутри тоже что-то из Ред БТР. И напомню, ребята, кто не следит за телеграм-каналом, по вот этой ссылке, которую вставляю ниже, на сайте Ред БТР, вы можете получить 10% скидку на всю продукцию сайта. Такой вот он чистенький, ровненький. Нигде его в этом году еще даже не цепляли. То есть он вот прям как с салона выехал. Пацаны сразу настолько вам тогда участвовали. Сейчас уже доработали, убрали все лишнее вообще. Такой аккуратненький, прям минималистический потолок, ковши, стекла убраны, шноркель. По полуосям, по-моему, нижтехно ничего. Прямые спайсера и вот эти вот суперстоуны крокотрекеры или как-то крокотрекер экстрим и так далее. Прикольная машина, мне всегда она нравилась. Так, тут у нас лайпа. Кстати, очень мало почему-то участников категории стандарт. Так, это не зебра. Это белка какая-то. Тут сделали франкенштейн наклейку. Пацаны сказали, я ее называл так в видосах. Она вот такая прям латаная, перелатаная была. Ну видите, прям вот так вот все сурово сделано. Вот прям вот так вот. И пацаны говорят, ну ты ее называл франкенштейн. Ну вот мы ее франкенштейном и оставили. Велес. Это у нас мачете с Кущевской. Штурман в этой машине. Девушка. Не забудьте и следите в гонке. Так, Веном. Павловская машина. Лебедка спереди. Как будто прям новенькая. Она скорее всего поедет в ПРО. Потому что троса нету, резина такая, что в туризм лайт не появится. Скорее всего она поедет в ПРО. Так, что это у нас? Рамис. Адыгея. Миша. Арзик. Это вот команда у пацанов. Пушка, конечно же. УАЗ. Как ее? Блэк Хантер он, по-моему, назывался. В этапе в Маламино его перевернули. Как видите, панели все, ну, многие заменены. То есть вот дверь, допустим, покрашена. Тут вот уже другой цвет. Точнее, это в грунтовке. Вот это в грунтовке. Вот тут видно следы работы. В общем, я поставлю фотку, видео. Машину прям люто перевернули на сухой трассе. Она прям была, прям вся выкручена. Еще один автомобиль с ростовскими номерами. И я его тоже раньше, по-моему, не видел. Севастьянов, Севастьянов. Молния. Это замена зебры, напоминаю. На такой вот раллийной, так сказать, резине. Она жесткая. Капец. Она очень жесткая. То есть она прям вообще не проминается. Но на таких грунтах должна работать. Машина люто едет. Там движок супер переделанный. Крэйзи Фрок. Мальборо. Это новая машина из Новороссийска. Еще ее не видел в деле. Это у нас автомобиль Панамера. Бывшая машина Титана. Потом он же Лютик. Теперь это Панамера. Пацаны, смотрю, особо ничего не переделывали. Но будут строиться. На следующий год выкатится еще и Миша из Услабинска на своей Нивке. Лютый. Джокер. Кыш. Феникс. Вед. Эта категория идет. Вот это туризм лайт. Тоже кракозябра из Дагамыса. Здесь у нас стоит Нива Открытая. Умка. Зубастик. Честно, не знаю. КТР. Есть наклейка. Скорее всего, это машина с Кавказа. Нива Адлер 83. На фоне там у нас были отлазики. Наши снария. Категория туризм лайт. Манас. Ну вот они. Вот они. Это вот самая та категория, где будет сегодня люто рубила. Почему-то мне эта категория в этом году нравится больше, чем Нива Открытая. Они прям, пацаны, рубятся. Есть и на шестнаре машины. Красная на шестнаре. Но УАЗик пока вот Юра из Майкопа. Он как минимум два первых места на моей памяти брал. Пацаны пока на Нивах догнать его не могут. Причем, хочу обратить внимание, посмотрите, они ездят на вот таких сиденьях. То есть боковой поддержки вообще никакой. Я вообще не понимаю, как УАЗика можно, блин, управлять. Для меня это вот такая машина. Короче, нужно вот быть в теме, чтобы ездить на УАЗике. Я не умею на УАЗике ездить и даже не хочу учиться. И это тоже с ними машина самураги, насколько я помню. Вот. Это техпарк сегодняшнего дня. Завтра будет туризм, спорт, категория экстрим, в которой я буду ехать на новом автомобиле. Кто у нас? Экипаж дерзкий, заходит на второй клуб. Злайва прямо на хвосте. Сейчас чую, автом будет. О, уже машины все выучил, наконец-то. Они хоть подписаны теперь, да, стали? Я потом до УПРО куплю. Вот как. Отбивка. Трасса сухая. Вижу слепыш. За ним, по-моему, Ухан едет. Опасный. Нет, автоматская колесница и вжик. Ой, какой кошмар. Профессервис заезжает на второй клуб. Что там? АТЭК и Профессервис. Я пошел по трассе. Сразу вижу изменения в трассе в категории стандарт. Сделали грязевой участок. Как минимум с подъемом грязевым. И уже несколько машин стоит здесь. Метлу вижу. Слепыш стал. Очень жесткий подъем. Так, теперь вход. Акула, вон вред-ред. Он с боковым креном и такой диагональный. Прикольно. Блокировок нету, как видите. Так, метла завелась. Акула стоит. Легко. Кто знает, как заезжать. Подсушили, да, прикольно. КБР пока в гонке. Не, оба, оба есть. Так что не порваны, чё вы. Жопы нету. Где жопа оттуда мишу крутилась? Наверное, что жопа крутила. Верина не было, правильно? Ну, или наоборот. Тоже девчуля штурман. Межось он. А, межось, да. Не знаю, что она, наверное, раздатка, потому что... Да она бы успела. Что-то с раздаткой не включается. Ну, это самое интересное место на трассе. Дальше там всё едут. Как я понимаю, там просто перегоны сухие. Сзади нету. Всё, и спереди точно хрустит что-то. Рули, 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 рули. Всё, уезжает с трассы, сход. Правильно. Безопасных привычных всего. Опасные боковые такие удары, резина может разуться. Мы видим опасного, который уже ходит с дистанции, стоит за ленточкой. А это точно техсход. Машина кипит. Ну чё ты? Жарко. А? Жарко. Закипели. И закипели, и выход вырвали. На гофре обломился, прям порвался, загнул. Ну, это сход. А, ремень оборвало ещё. А, он просто слетел, даже не оборвал, он слетел. Вот такая вот. Опа! Чуть не перевернулся, слепыш. Вот в таких условиях приходится работать, ребята. Ничего не видно ни вам, ни мне. Уф! Так. Последние минуты категории стандарт. Дерзкий. Заезжает дерзкий. Так, категория стандарт заканчивает своё выступление. Очень много сходов. Из 15 машин сказали, 7 сошло. Как минимум, даже вот на этом квадрате. Это Ейские пацаны. Вижу Татэк. Вижу Слепыша. И здесь три у нас уже стоят. Люцифер. Метла. И Акула. Вот. Так что, суровая трасса. Сухая. Вот, как всегда, летнее время испытания для техники. Для системы охлаждения. Ну, и для приводов. Потому что сухо, прыгают и так далее. В общем, сейчас эвакуация. И начинаем категорию стандарт про. Это будет уже веселее. Эй! Ты что там делаешь, эй? Что ты тут делаешь? Ну, всё. Ты сегодня не выиграешь. Примеряю себе. А, ты примеряешь себе? Да. То есть, то есть. Покупаем у Александра 100 тысяч с номерами. Да? А что там с номерами? Номера классные. Да. А, нормально. Ну, тебе как раз регион подходит, да? Да. Короче, всё. Ты теперь УАЗ променял на Ниву. Да. А ты думаешь, УАЗ тебя не преданут сегодня? Нормально? Не ревнивый, да? Не, ну запах-то останется. Я не искупаю сейчас. Хорошо. Стать! А можно покатать? Итак, стартовала категория стандарт про. Первый экипаж. Серёга охотник. Есть ленточка. А вот. Нормально она едет. Не трогай, не трогай. Маршал должен поставить. Вон они стоят. Трёп. Нет, ты поставь её. Всё. Колёса сильно накачаны у Серёжи. Очень далеко назад отъехал. Так. Получается, дальняя категория самая выигрышная. Так. Подъезжает пушка. Рулем, рулем. Отходи. Это уже выезд за трассу. Должен сейчас так же и заехать. Да, всё правильно делает. В отсечке машина. Рулем, рулем, рулем. Это наши ролейные друзья, оказывается. Он ничего не видит. Спускается наобум. Не, у Джокера проблемы. Не может. Никак. Блин, я не пойму. Вот здесь колышек будет. Ты должен ещё назвать номера, кто сбивает ленточки. Подъезжает молния! Заехал Тяни быстрее, лето Та вон он таскает его в руках Заехал, красавчик Та вон он таскает его в бекуре Та вон он таскает его в жилы на трассе сейчас потом на второй подъем так ну сказали больше поливать здесь не будут после перерыва здесь сейчас все начнут заезжать предлагаю прогуляться по трассе и посмотреть другие препятствия а вот и нет без лобового игоря тоже слишком накачанная резина а вот на мишу похожая машина а это не миша второй круг с первого раза без проблем джокер чижик опять прыжок не нормально сразу краснодарские пацаны пусть лобинск и вот та машина которая я думал что в него открытую в туризм но нет она вот в прошку и едет нет резина не чистится красавчик мачете молодец рамис догоняет велес город сальск ростовская область спокойненько залетел пушка на третий круг темп уверенный машина троит очень нехорошо уперся потерял темп то выигрел делал лютый лютый в своем темпе зря бросил газ так Веном, с первой попытки легко. Коля закрывает хорошую траекторию, не хватает инерции. Сейчас будет пробовать Арзик. Легко. Фонтан из грязи. Следующий лютый тоже на наканченной резине. Заедет. Вашли в швей, зайдет. Коля, по-своему, одним боком. Горячий ключ. Так, ну тут в целом все понятно. Здесь немножко подровняли препятствия. Оно теперь без колеи. Миша. Миша. Так, волня. Волня, вольные препятствия проходят аккуратно, потому что без лобового. Белый флак с фоксом едет отлично. Так, Джокер. За ним крыш сразу в догонку. Борьба УАЗиком. Коля навязывает борьбу. По наружной траектории не отстает. Ничего себе. Объехал, объехал. Бездаю. Рамис. Проходит водное препятствие. Темп есть. Избегает езды по воде, потому что машина, видимо, троит опять датчик коленвала. Он боится воды и дает такие признаки. Потерю мощности и троящий мотор. Ой, пацаны, чуматые. Вот в таких условиях приходится им гонять. Мне снимать. Дышать нечем. Стою так, чтобы где-то хоть ветер продувался. Веном прыжок был. Black Hunter. Серега с Михой. Город Уславинск. Краснодар. Рамис. На Нивке все едут. Воды немного. В принципе, это вот прям. Жесткое торможение у Николая. Нарзик. В прыжках пытаются догнать лютого. Горячий ключ кипит. Воткнулись. Вижу тасол. Вижу, течет тасол. Вот же антифриз. О, Франкенштейн. Мы потеряли лобовое. Но едет неплохо. Кавказский УАЗик. Троящий Леха. По-моему, только у него одного пока проблемки технического характера. Ну, я не считаю лобовых. Боком заезжает ростовская машина. Черная Нива. О, да. Поехала. Так, и в этот раз горку сделали сухой. То есть, обычно была лужа, и туда наносили воду. И там была прям такой могильник, где все бились. В этот раз убрали. Это препятствие. Сделали его сухим, пыльным. И все туда заезжают без каких-либо трудностей. Круг очень длинный. Спокойно. Спокойно. Александр Штурман всячески пытается... Куда, еб... С собачкой, еб... Вот так вот делать не нужно. Я прям это оставлю в видосе, потому что... Ребята, зрители, это ваша безопасность. Гонщики в таких условиях не видят ничего. Зрители, тем более. Зачем вы подвергаете свою жизнь опасность? Ведь представляете, на такой скорости он переедет. Это же все. Сразу. Конечное. Ну, Леха едет. Как будто, блин, одна свеча отпала и все. Вот, сухой подъем заезжают абсолютно без проблем. Сейчас посмотрим на примере Лехи пушки. Сразу ходом там сравняли Бугор при подготовке трассы. И спокойно в натяжечку заезжает на горку. Заключение на рекрутирующей истории. Стандарт ПРО. Определить, что первый, очень сложно, потому что все едут. Сходов практически нет. Только потеря лобовых. Все едут в отличном темпе. Иди сюда, красавец. Кошвар. Блин, у меня и воды нету с собой. Спасибо, не надо. Отпокоси воду, у нас там досталось. Вот это отдай. Почему они вначале ломаются? Ломайтесь в конце. Оторвали амортизатор. Оторвали, да? Да, да, да. Как будто выскочил шток в огну. Ты что-то засвистел пока буду. Встаньте, сфоткаю на память. Маломинов отдыхает. Я думал, в Маломинов пыльно было. Но в Маломинов ветер был, и поэтому продувал. Нет, там стекло было лобовое. А-а-а. Я что, не могу машина баловать? Я подъезжаю, не могу мне так камни выкнуть. Ну, кстати, больше половины без лобового едут. Все оставляют. Я тебе серьезно говорю, машин 7 едет без лобовых. Белого очень тяжело. Ну, почти все. Вот, посмотри. Значит, дворники только. Если дворники, все. Все, стекло ничего не видно. Налипает пыль на мокресенье. Вот мы его выбили. Нам, давайте, фитишку взяли бы здесь. Вот в таких условиях пацаны гоняют. Машина едет, все классно. Какая же мелочь. Человеческий фактор, да? Оп, не наехал. Категория Tourism Light. Остап. Что-то не получилось с первого раза. Заглохла машина. Бензин как будто отлил. Грунт коварный. Заливали много. Копает. Смотрите, как копает. Первая лебедка. Так, кто-то подъезжает. Услабинтный экипаж. Chicago Bulls. С прыжками. Стандартный диагонал. Да что вы! Что-то проблемы сегодня у Остапа. Завелся. Подъезжает кракозяба. Так, не получается. Ой. Спокойней! Нива на шестнаре. Едет хорошо. Так, Остап пока на месте. Первый круг. Суетица. Замотал. Стой! 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 Выбила, выбила. О! Что, зацепился наконец-то. Подъезжает Давид. Боком заходит. Боком заходит. Боком заходит. Очень агрессивно едет Давид. Очень агрессивно. Не знаю, не знаю, зачем. Вчера отсюда. Все. Манас, Руслан. Черная молния. Всегда говорил, что приятно. Смотрите, что машина приятно едет, приятно скучит. Какая-то просьба сейчас на сегодня. Порвался. На первом круге. А все, ничего не работает. Вот это да. Это профессионализм на первой кочке сразу. Барди, у вас левой стороны нету. Береть. Жопы нету. Ха-ха-ха, нормально. Так, интеллигент выбывает. А вот и Юрка. Крюк висит. Нехорошо, может, запутаться или зацепиться за что-то. Виталик не вовен. Ой. Итак, спереди у него хардблок. На пневме сзади. По-моему, и Штехом могу ошибаться. Но не включает. Не включает. Вот теперь включил, думаю. Нет. Блоки включи! Колеса накачаны. И вижу, что прям... Так. Чикаго Булт приезжает на второй группу. Держи, держи. Тормально. Держи. А колеса сильно накачаны. Надо, блин, спускать чуть-чуть в такой жиже. То есть не чистится. Ой-ой-ой-ой, Виталик. Хотя машина едет, двигатель сделанный. А вот так вот. Ай-ой-ой-ой. Ай-ой-ой-ой. Старается, старается, старается. Нет, не получилось. Шанс был. Виталик на лебедке. А Рут пробует еще раз. Есть. Ух ты! Редиска! Феникс молодец, но чуть не задавил. Вешка стоит. Вешка стоит, Маршал говорит, что вешка жми. Нет, почему? Почему она стоит? Она легла и встала. Ты что? Она стоит. Юр, ну ты не прав. Это кто? Кракозабра, да, был? А, нет, кракозабра, да. Посмотри, блокировка не вылетит. Интересные диски. Прикольно так утоплены. Это все выглядит такой странный. Первый раз вижу. Прям сюда он выносится. Но зато, наверное, внутри не цепляет. Астап выезжает. Второй круг с первого раза. Тут же его преследует псих. Псих очень сильно нагнал всех. Следующая машина Майкоп. Она же самурай. На нас. Давай, давай, давай. Отличное вращение колеса. Раскидывает грязь. Так, а вот этот у вас, по-моему, уже приезжает. Они два похожих, оба с крышей. На военных мостах. Без жестких блокировок, вижу. И, по-моему, на карбюраторе он. Вообще не берет разгон. Надо быстрее разгоняться. Так, Илюха. Отходим, отходим, отходим. Илюха пытается догнать орудия. В плотной борьбе. Аккуратно догоняться. Но догоняет, догоняет. Пацанов купают, зрители, потому что жарко. О, нормально. Полей, полей еще. Аккуратно догоняйте ближе. Кайф. Так, уазики сегодня уверенно лидируют. Остап. Как он прыгает? Как он прыгает? Так, вес на второй круг. Остап уже третий проходит, получается. Давай, 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 молодец. На блокировочках, да? Молодец, зашел. Хорошо. Так, берет разгон. Манас, кстати, тоже на третий круг. Опасно скаскивает в бок. Есть. Орут проск... Жопы. Да. Так, кто тут у нас? Феникс выскакивает. Манас порвался, потому что прыгают. Вот так вот. Вот так вот прыгают и заезжают. Круто. Подальше. И возьмем. Подальше. Еще, еще, еще. Прям вот как будто вот сюда, за бугор. И переверни якорь. Давай. Смотри, чтоб не слетел, да. Вот, все. Встыкай. Колеса. Все, жопы нету. Полось. Нет. Че? Жопы всей нету. Ой, какой-то плохой звук у Юры. Штурман сразу вылез. Значит, что-то... Олег, дальше пойдем? Но их долго нет. Там витата. Долго нет. Гордан есть. Нет, нет. У тебя просто флянец внутри ее палец слезал. И жопы просто нету. Че у вас? А? Двигатель. Двигатель? Это интересно. Давай, Юра. Давида давно нет. Вот он в силовике. Поедем на девяточке теперь. У Юры стучит движок. Тяги нет. Ой. Едет на лебедке. Лебедка медленная. А зачем? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тор когда тянет, брат, редуктора не выдерживают. А мотор только поставил. Вот сейчас хотел проверить. Я видел, я тебе сказал, что ты агрессивно поехал. Я тебе сказал, ну, я на видео сказал, что... АВТ говно, ребята, не покупайте АВТ. Вот. Нив Адлер 83. Сегодня один раз мы тебя увидели, да? Ну, как красиво, громко, да, да, да. Псих сход. Смотри, Давид, какой у тебя был шанс. Какой был шанс? Давид просто не хотел шанс. Да, да, да. Эй, фору не даешь, да, короче? Псих сходит, мотор стуканул конкретно. Передок. Прыгнул, прыгнул. Резван аккуратно. Все, пошли. Вот это вешку сбили. Ох, блин. Зачем так прыгать? А? Зачем так прыгать? Получилось, Костик. Надо когда-то с этого начинать. Я понял. Ну, круг доедете, да. Спокойно у вас времени. Спокойно, лебедки, лебедки и все. Вет минус передний мост. Вот вам и туризм. Лайт. Смотрите, какой медь заклеечку. СКРДОФРОД, Телеграм, Инстаграм и Ютубчик. Ну, теперь, наверное, еще и ВК. Группа там уже есть. Теперь туда еще и ВК-видео буду заливать длинные, большие обзоры. Так что, все по хэштегу СКРДОФРОД вы можете найти в любом поисковике. А оставь? Поехал дальше. Давай, давай. И потом вот здесь еще раз поднимаются. Ну, я скажу, для Туризм Лайт это прям крутоватая горочка. Ага. Береги машину, береги. Вот террас Нива Феникс, Адлер. Легко. Идет хорошо. Отлично. Машина вся на 30 числецов внутри, две пневмоблокировки и сделанный мотор хорошо. И майкопский самурай тоже поломался. Не знаю, в чем проблема, но стоит незаведенный, полностью сдохший. Это у нас Арут Кракозябра. О, кого как встречают у слабинских пацанов. А имя ей Белка, оказывается. На заднем стекле есть наклейка. Я раньше этого не видел. Возьмет разгон. Зачем? Ну, хотя штурман примерно моей комплекции, а для Нивы это ощутимо. Тормально. Такие штурманы, они мощные. Они на руках эту Ниву выносят. Так, и теперь только у нас получается гонка стилей, так сказать. Кто не агрессивный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Молодец. Молодец. Паникует, паникует. А, нету сцепления. Не может включить передачу. Вижу, не может включить передачу. Восьмиклоп сила! Прям сходу, сразу. С места. Нормально. А, это, походу, резина так... Хотя... А у него, по-моему, всегда так. У него мозг как-то гуляет странно. Остап на опыте спокойно едет, и все. Заключительные круги у парней. Уазик обходит белку. Сейчас у нас перевязывание лент, эвакуация экипажей. И будет завершающая гонка сегодняшнего дня. Категория Нива открытая. Всегда очень интересно, зрелищно. Кстати, кто не знает, не заметил, первые, кто сделали 10 кругов туризма, это был экипаж Феникс. И прошли они полностью своим ходом, ни разу не лебедились. Категория Нива открытая, возьмите свои номера. Подождите. Ну, Галины, браун. Ну, Галины, браун. Пятый, пятый, пятый. А, че не седьмой? Подождите, еще три экипажа осталось. Крэйзи фро. Два экипажа, еще Нива открытая. Крэйзи фро, где экипаж? Вон, 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 только что выбрал, вон он. А, здесь, так. Че, какие? Второй, второй часы. Нормально. Не дожили все, я уже пытался. Все, вот так вот проходит жеребьевка. Номерочки потом записывают и... Как неожиданно, как неожиданно поехал. Вот именно так. Костя, пилот. Низа, пилот, у него штурман. Ребята, по-моему, обоему, интеллизировали на прошлом этапе в Маламино, но... И кругл, по-моему, проходит. Сейчас туда ныряют, потом горочка. Вон они выезжают. Еще одна горка сухая. Они стали это все заливать. Лето жарко. Ребята, помп не хватает. Так, 37 секунд. Наверное, да? Очень удобные часы теперь имеются для всех. Панамера сейчас заедет в Камыши и там по воде пойдет. И потом будем ждать ее на горочке. Итак. Друзья мои, а мы приветствуем вас. Сейчас будет на старте экипаж Мамба. Город Владимирович. Евгений Милан. Постоянно учреждение. Все, как это работает. Город Владимирович. Мамба поехал. Первый автомобиль. И не Панамера. А, Годзилла. Ничего. Годзилла первый. Хотя стартовали где-то четвертые они. Пятые. Миша за рулем. Александр Коляга. Ой, какое там место сочное. Не получилось выйти. Дверь. Да, да, да. Я знаю. Так, КБР. Второй экипаж. Хорошая, напомню, лебедка у Годзиллы. Там стоит вертикалка. Гиглибин. Ой, какой там мочак. Просто машина не идет. КБР заходит по широкой. Нургали. Ой, сейчас. Ох, как. Что это было? Что это? Я люблю тебя. Давай, посидите меня. Стоп, стоп. И на спуск, где тогда поднимался экстрим. разворот точнее резкий поворот и в старую же известную траекторию лужа подъем лужа два подъема заросла трассы легко проходит ну-ка очень легко нас и были было глубже убрали колею на подъеме легко легко но через время будет и поднялся вот а я перепутал это ма которая панамера пусть лобинский экипаж хорошо за это панамера легко проходит эти препятствия убрали колею убрали глубину но прошло а вот теперь закопался тот все-таки есть там обманка я говорю там через три круга будет не проехать первые яка и так мощный боксана кабардино-балкарская республика а там прям залив он там по ходу все ходом прошли первой лебедкой экипаж годзилла приехал первый были очень круто и до сих пор не может выбраться там прям засосала его а умка не у меня мягко Бамба села рядом с Годзиллой и села очень вплоть. Так, Умка спускается без проблем, а Черкесск сидит там в той гуфере. В следующий раз ближе сюда, вот так. Тут грунт такой, что колья сразу намыливается. То есть первые две машины прошли легко, три, и потом уже начали копать. А не идет, не идет. Трасса узкая, конечно, очень сильная. А, все, сам поехал. Видите, колья сразу набивается, буквально 2-3 проезда, все, колья появилась уже, хотя ее убрали перед гонкой. Подъем сухой. Ой, 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 как она выдержала. Как она полуось задняя выдержала. И сразу, сразу в колею Умки, сразу туда же заезжает автомобиль. Далеко заехал Славик. Если бы не было штурмана, который ему мешал, он бы проехал дальше. Леха Пушка штурман. Закусила лебедку у парней. Итак, ну-ка, приезжает на второй круг. И сейчас проедет сам. Нет, 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 все. Сам здесь теперь никто не проедет. Все, сейчас будет лебедка. Ой, как рам... Ну, Рамазан маленький, я б там не вылез. Ай, больно. Зубастик. 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 А вот и аватар! Отлично! Всё-всё-всё, лебёдка, Валера, лебёдка! Хорошо прошёл! Толик Халк, штурман у него сегодня. Ну-ка, полностью бочина лежит на белой Ниве. Сейчас может намотать трос. Валера выскочит вперёд. Сделали новое правило, смотрите, видите, теперь выхлоп, у кого вбок, он должен быть назад, чтобы в таких вот ситуациях, допустим, как у Нургалии, чтобы выхлоп в соседнюю машину не шёл. Аватар выезжает, это его первый круг. Ну-ка сбивает колышек. Мамба врывается в эту... Хорошо! Всё! Достал до дна. Так, надо перекидывать лебёдку в другое место. Смотрите, как облегчают машины. То есть внутри, ой, рёбра жесткости. Вырезают максимально, чтобы машина была легче. Тоже вертикальная лебёдка. Из тех на мост. Всё, выезжает. Мамба прямо прилипла. Видите, поднимаешь? Как сильно поднимает почву. Экипаж Мальборо. Только заехали, сразу прилипли. Дверь, конечно же, не получается открыть, потому что вода на него давит. Бамбу хотят перевернуть. И сейчас перевернуть. Отлично прорывается, Панамера. Даже несмотря со своим маленьким клиренсом спереди. Так. Мишаня, давай, родной! Панамера! Панамера! Ну, мамба сейчас выедет, удужаем. Большой крен. Большой крен. Угу. Аха... Очень, очень, очень плохо! Очень, очень очень плохо! Я не знаю, на чём она держится. Приехал Годзилла, но тоже странная траектория у него. Все, тут сам наслечить будут колеса. А можно выиграть, что уходят. Очень далеко, очень далеко заехал Годзилла. Нормально, нормально, нормально. Они же сюда, зараза, заскакивать могут. Все, и тут уже тоже перестали. Семен, уже все поменялось максимально, максимально вправо. Прямо на... Ай-ай-ай. Мамба до сих пор выехать не может. Саша будет, ой, Миша за рулем будет пробовать своим ходом. Нет, не получилось. А Семен знает траекторию, и Семен сейчас поднимется сам. Мамба, по-моему, без морды. А, там не понятно. А, теперь закрыла траекторию. И стоят, разговаривают. Ну, это да, есть такое. Ой, по-моему, пара у Нургали. Да, передний мост. Так, посмотрим, как заезжает Семен. Семен заезжает. Семен обходит руку. Хорошая лебедка. Лишний раз не перегазовывает. Крутит. Крутит. Когда цепляется, крутит. Рамазан уже сразу на якоре. Это опыт. Это опыт, ребята. Он едет сам даже не на лебедке. Лебедка вбок тащит его вообще. То есть он сам едет. Ой, как нехорошо, но выдержала машина. Ну, знаю, Нургали, он так еще будет ехать, пока совсем не поломается. Все, опять накопали колею. Теперь машина дальше сидит на мосту. Ай, хорош! Чуть-чуть их носила. Так, право, Руль. Вот Валера сбивает, бросает сцепление. Зачем-то уже. Сколько раз я ему говорил, не надо. То есть не на одном газу я еду, а постоянно мучает машину. Зацепил колышек, но не сбил. Все нормально. Колышек стоит. Приближается экипаж вроде Панамера. Или Зуб. Нет, это Зубастик. Это Славик. Славик проехал неплохо, но тоже встал. Давно их не видно было. Давно где-то сидели долго. Орек! Вот там вправо прям берешь максимум. Вот тут заезжаешь, а там вправо. Не, все, перестали здесь проезжать. Сейчас будут пробовать новую траекторию, скорее всего. То есть вот как мы делали. Мы отсюда заезжали и туда, чтобы ровно. А тут, посмотрите, видите, колею более сгладили, но дно под... Так сказать, подрыли. И стало более вязкое. Так, пока движения нет на трассе. У всех лебедки. Неплохо собран автомобиль. Сильно вырезаны арки. А, кстати, по-моему, колеса у него даже не 33-е. Или просто они теряются в этих огромных арках. Ну, как будто маломерки какие-то. И сразу приезжает. Вот и экипаж Пунка. Тоже с помощью лебедки выезжает из этой жижули, так сказать. Здесь у нас Крейзи Фрог. Так, ну Семен там заедет сам. Там суха. А вот здесь у парней... Какие-то... Вижу, что нету правого переднего точно. Очень плохая, но выровнялся траектория. А что там весь порванный? На одном колесе, по-моему. Уходом, Лёня, сам запись. Уходом, Лёня, сам запись. Уходи, уходи. Уходи, уходи. Уходи, уходи. На одном колесе, по-моему. Купка его обгоняет. Очень хорошо, очень хорошо. Нет, все равно нужен будет якорь, но очень далеко проехал. А у крейси фрока почему-то только левая сторона работает. Правые колеса не работают. Закрывает хорошую траекторию. Славик, руль крутит, как будто у него нету гура. И сам выйдет, сам выйдет. Красавчик! А уф, мужчина! Вот это да! Славик, красавчик, пробил такую траекторию злую. Так, а это был Годзилла. Очень нехорошая траектория, опять же. ГИТА! Куда пробовать? Стой! ГИТА! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...